22 апреля 2021 года в районе деревни Калюпаново произошло серьезное ДТП. Автомобиль Audi Q7 врезался впереди идущий автомобиль Hyundai Creta. В ДТП пострадали два человека, 55-летний водитель Hyundai и известный большинству из нас 29-летний дальноблогер большегруз 40руз, Анатолий Кречетов, который находился в Audi. Авария произошла около 19 часов вечера на южном обходе Калуги. Сотрудники ГИБДД предполагают, что водитель Audi Q7 не учел дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем Hyundai Creta. После этого обе машины выбросило в сторону обочины, где они врезались в столб с освещением. Пассажир Audi Q7 большегруз 40руз был сразу госпитализирован в Калужскую областную больницу. Водителя Hyundai, женщину 1965 года рождения, доставили в больницу. После обследования ее направили в реанимацию. Вот как Анатолий прокомментировал это происшествие. Всем привет. Дам чуть информации, чтоб было понимание. Да, вчера случилось ДТП, я поломал ноги, ребра. Дома, и никуда я не убегал. Я был там до последнего, и потом на скорой меня увезли. Не слушайте всяких дебилов. Был на свадьбе, нажрался, и лег спать в машине на пассажирском сидении. Малый, который на фото, сел за руль и прокатил меня, пока я спал, проснулся от ударов. Все живы. Пострадала женщина и я. Эти фото сделали люди, кто вытаскивали нас. Они вышли на жену. Написали, что они все видели. А те, кто пишет, что скрылся или я был за рулем, не надо верить. Эта информация неправильна. Пальцы откатались с руля, и там есть отпечатки подростка. Я все подробно расскажу, как чувствовать себя буду хорошо. Сейчас больно, ужасно на душе. Не могу поверить, что случилось это именно со мной. Я пьяным никогда в жизни не садился за руль. Никогда. Клянусь перед богом, что за рулем не я был. Не надо никого слушать. Сейчас просто хайпуют все на моем горе. Подросток не отрицает, что он был за рулем. На своем канале Анатолий неоднократно показывает, как борется с теми, кто ездит по обочине, а также в целом рассказывает о работе на большегрузном транспорте. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшей в ДТП женщине и самому Анатолию в частности. Думаем, что в данной ситуации разберутся правоохранители и в скором времени будет доступна окончательная официальная информация по данному происшествию. Помимо этого стоит дождаться и комментариев от Анатолия, несомненно это поможет прояснить всю ситуацию. Хорошего всем дня, берегите себя. До новых встреч!